Всем привет, друзья, меня зовут Николай, сегодня я расскажу вам про чай Greenfield Earl Grey Fantasy. Ну что же, это чай сорт Earl Grey или седой граф, переводится с английского Earl Grey, седой граф. И, в общем-то, это чай с нотками бергамота, который я люблю. Earl Grey это мой самый любимый сорт чая. И вот компания Greenfield предлагает нам попробовать, видите, 100 пакетиков, 100 двойных пакетиков, всего вот тут вот 200 грамм, огромное количество пакетиков. Такая вот коробка, в общем, ничего у меня особенного нет. Давайте достанем пакетик, вот так выглядит пакетик. Нас интересует пакетик. В чем, во-первых, преимущество этого чая, который мне нравится в нем? То, что все упаковано в герметичные пакетики в итоге. Когда вы покупаете любой другой такой чай, вы его открываете, и все пакетики, они вот в лучшем случае упакованы в какую-нибудь такую бумагу. Соответственно, весь аромат чая, он вылетает через нее. Ладно, иногда они вообще не упакованы. Тогда чай совершенно безвкусным становится на второй день открытия этой упаковки. Это, конечно, совершенно плохо, и такие пакетики пить не хочется. Поэтому я обратил внимание на Earl Grey, именно от компании Greenfield. То, что тут пакетики герметично упакованы. В итоге они всегда сохраняют свой аромат. Это очень важно для пакетированного чая. Пакетированный чай, он страдает от того, что ты его открываешь, и все, он перестает пахнуть, благоухать. Вот. Ну что же, это цейлонский чай. И в целом он неплохой. Я его уже пробовал, давайте я при вас его говорю, чтобы мы могли наблюдать. Вот мы его открываем. Видите, абсолютно все герметично. Такая волосатая нитка, она реально волосатая. Такой пакетик, бумажечка. Такой вот прекрасный, в общем-то, из папиросной бумаги пакетик. Он двойной причем, заметим. Вот мне нравятся двойные пакетики, которые можно разрывать. То есть они вот тут вот, тут такой стежок как бы идет. В итоге ты можешь разорвать пакетик на две части. Тут, к сожалению, этого сделать нельзя. Потому что я люблю очень слабый чай, я не люблю очень такой крепкий чай, от которого глаза на лоб лезут. Вот. И зачастую мне хватает половинка пакетика. Вот, в общем-то, тут такого не предусмотрено. Это, конечно, огромный минус. Но, тем не менее. Давайте попробуем. Специально взял прозрачную чашку, чтобы вам была видна реакция. Химическая вполне. Наливаем. Чай у меня, опять же, не самый кипяток. Почему? Чтобы у меня не треснул этот стакан. Вот. Тем не менее, горячо. Вот он начал уже свое дело. Не знаю, поставлю его на что-то. Сейчас я возьму блюдечко. Черт, ни одного блюдца нет. А, плохо. Нашел. Вот, я ставлю его на блюдечко. И вот он начинает завариваться. Друзья. Вполне себе неплохо. Реакция идет. Видите, гранулы в пакетике довольно-таки крупные. Это хорошо. Потому что они не должны быть какой-то трухой. По крайней мере, мы видим, что крупные гранулы есть. Вот мы его несколько раз так повозьем. Еще раз, это не кипяток, чтобы у меня не треснул мой стеклянный стакан, который, собственно, для сока, наверное, больше. Мы его так вот отбили. Да, очень-очень легкая нотка бергамота. Практически ее не чувствуется даже, я бы так сказал. Ну что же. Вот так выглядит наш чай. Вы, может быть, любите заваривать посильнее, а я не очень. Сразу видно легкая, небольшая взвесь тонко-дисперсных частиц чая. Вот она туда-сюда, оно все болтается. Я не знаю, насколько вам это видно, эти тонко-дисперсные частицы, но они есть совершенно точно. В общем, этот чай немножко грешит. После него, когда ты его завариваешь, осадочек остается такой мелочи. То есть, в нем, конечно, не самый лучший. Сорт RLG прекрасен, да, но вот, видимо, нарубают туда довольно-таки мелко все. А это тоже не очень хорошо. Чем крупнее чай, тем, по мне, лучше. Вот. Получается более такой натуральный, чайный вкус, а не вкус опилок. Давайте его попробуем. Вообще-то, знаете, очень-очень слабый аромат бергамота. Он совершенно очень-очень слабее, чем у других производителей. У других производителей. Такой немножко вяжущий вкус. Ну, я его заварил, я не знаю, насколько. У каждого заваривает в своей крепости чай. И если заварить посильнее, он будет сильнее вязать. Если послабее, он не будет вязать. Я вообще люблю пить холодный чай, знаете, я его разбавляю. То есть, я сейчас что-то сделаю. Конечно, вы можете сейчас меня наругать. И вообще, просто сказать, Николай, как ты можешь разбавлять чай? Ну, я всегда разбавляю чай. Причем я разбавляю его сильно. Я люблю чай, чтобы он был еле теплый. Еле теплый. Штукерцы обожают горячий чай. Я пью всегда гелий теплый. Да, такой есть аромат. Травяной аромат какой-то. Как будто это даже не чай, а отвар из трав каких-то. Но он приятный, он приятный. Вот этот бергамот. Вот знаете, такой, может быть, нотка лимонная есть. Какого-то лаврового листа, что-то такое в этом вкусе. Да. Даже знаете, лайм. Лайм, чувствуется какая-то маленькая нотка лайма. Небольшая. Сейчас он уже, ну, первый вот, может быть, лизок этого чая. Он немножко подвязывал. Но потом твой рот сразу адаптируется, и он перестает. Становится более нежным. Все, он замечательный чай. Заметьте, я пью без сахара чай. Раньше я клал 3 ложки, но потом, в общем-то, решил отказаться от сахара в пользу закуски. То есть, я пью чай с чем-нибудь сладким. Мне нравится шоколадку отломать. Жуешь шоколадку и пьешь не сладкий чай. Так гораздо вкуснее, чем у тебя сладкий чай и сладкая шоколадка. Так ты чувствуешь вкус чая. Потому что, когда ты чай с сахаром, вот даже я пол ложки добавляю сахара в чай, он уже теряет свой аромат чайный. Действительно, проблемка есть такая. Да, пьешь с сахаром, так что попробуйте. В общем, приятный чай, вполне себе неплохой, терпкий. Вот эта взвесь мелкая, она как бы есть, но так, наверное, и должно быть. Все пакетированные чая, они этим грешат. Если вы хотите пить чай более высшего качества, конечно, нужно покупать такой, знаете, в железных банках листовой, чтобы не были вот эти вот свернутые листики. Но, почему я вообще купил этот чай? У нас есть несколько типов чая дома. У нас есть чай в пакетиках, да, вот в таких закрытых. Вот в таких вот упаковках желательно, да. Потом у нас есть несколько, у нас есть зеленый чай, у нас есть черный чай в гранулах, есть черный чай в листочках. Много разного чая. И когда мне что-то лень делать, когда я не успеваю, я беру вот такой чай. Когда у меня есть время его заварить, я, конечно, даю предпочтение абсолютно любому другому чаю. Но в целом, вполне себе неплохой. Попробуйте. Пишите в комментариях, как вам этот чай, пьете ли вы, вообще любите ли вы сорт Earl Grey. Вот, может быть, вам какой-то другой Earl Grey нравится. Напишите, давайте обсудим в комментариях. Ну что ж, а я буду пить чай с чем-нибудь сладеньким. Пока!